В Белгороде прошла первая в этом году сессия горсовета. Начальник ОМВД России по Белгороду Александр Коробейников отчитался о деятельности ведомства за 2019 год. Всего на повестке дня народных избранников было 13 вопросов. Подробности расскажем в сюжете. Главным вопросом повестки первой сессии 2020 года стал отчет о деятельности городского ОМВД за 2019. Прошлый год отметился ростом преступлений небольшой средней тяжести. Число краж и мошенничеств возросло за счет распространения киберпреступности. При этом раскрываемость грабежей улучшилась и составила почти 90%. Расследования преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью завершены на 100%. В 2019 году в производстве следователей и дознавателей у ОМВД города находилось 4400 уголовных дел, из которых 1200 были окончены производством, а 1085 направлены в суд. В результате 1036 преступников были привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Причиненный белгородцам ущерб в 36 миллионов рублей был полностью возмещен. Сумма наложенного на имущество ареста составила почти 72 миллиона рублей. Сократилась преступность среди несовершеннолетних. На 18% снизилось количество ДТП. Однако число аварий с пострадавшими увеличилось. Почти 400 человек получили ранения, 12 погибло. К 2030 году этот показатель планируют свести к нулю. Депутатов осталось достаточно много вопросов и это было достаточно жарко, потому что задавали разные вопросы, касаемые закладки наркотиков. То, что сейчас очень волнует жителей города и незаконное самогонное варенье и продажа незаконной алкогольной продукции, которая тоже сегодня есть и приносит большой вред соседям и людям, особенно в многоквартирных домах, да и в частном секторе. И вопросы связаны с деятельностью народных дружин, как осуществляется взаимодействие международными дружинами и непосредственно ОМВД. Александр Николаевич дал ответы на все вопросы и на сегодняшний момент было принято решение. Ряд предложений, которые внесли депутаты Белгородского городского совета, совместно работать. Активно обсуждали депутаты и поправки в уже имеющиеся документы. Так, к сводному реестру наказа в избирателей добавили 12 обращений от жителей 2-го и 3-го домандатных округов. Несены изменения в правила благоустройства в части требований к размещению и содержанию информационных конструкций. Под запрет попадают цветовые подложки и световые короба. Исключение составляют торговые центры, театры, кинотеатры, цирки, АЗС и офисные здания. При этом поправка сняла запрет на использование вертикальных вывесок. К изменениям депутаты внесли ряд предложений. Вынестим на публичное слушание. Я думаю, что предложения достаточно интересные. Они будут приняты в установленном порядке, но уже в следующий раз. Безвозмездное пользование Брос Святой Белогория против детского рака в Союзу художников России и региональному УМВД передали нежилые помещения. Более чем на 4% проиндексируется оклад работников учреждений физической культуры ИГО ИЧС. На 15% сфера культуры. Отметим, что следующая сессия Белгородского городского совета 6-го созыва состоится 24 марта. Александр Гладков, Елена Погорелова, Андрей Андрейко к этому часу Белгород.